Здравствуйте, меня зовут Топчева Анастасия Павловна, я младший научный сотрудник Института Астрономии Российской Академии Наук. И сегодня я хочу вам рассказать про такой компонент, как пыль, и какова ее роль в жизни Вселенной. История пыли начинается с самого рождения нашей Вселенной, и она проходит через рождение звезд, рождение планет, рождение сложных органических молекул и просто молекул. И поэтому я начну свой рассказ с истории рождения нашей Вселенной. Вселенная родилась 14 миллиардов лет назад. Когда она родилась, она была плотной и горячей, и в ней рождались частицы, они взаимодействовали с друг другом. И когда Вселенной исполнилась одна секунда, появились протоны и нейтроны. Еще через несколько минут, когда Вселенная исполнилась три минуты, она остыла до миллиарда градусов по Цельсию, и протонам стало удобно образовывать ядра атомов, водорода и гелия. Это те самые вещества, которые потом будут понятно, что это самые распространенные атомы нашей Вселенной. И когда Вселенная исполнилась 300 тысяч лет, она остыла до температуры 3000 градусов по Цельсию, и ядра атомов захватили электроны и превратились в атомы водорода и гелия. Также был еще и литий, но на тот период времени рождения Вселенной не существовало еще других элементов, и в том числе нашей пыли. Вселенная — это огромное пространство открытое, содержащее частицы как мельчайшие, так и большие крупные галактики. На слайде вы можете видеть одну из таких крупных галактик на сегодняшний момент — это IC 1101. И на то, насколько огромная Вселенная и какое-то пространство по своим размерам, мы не знаем. Мы знаем только то, что видимая Вселенная занимает десятки миллиардов световых лет. Это то, что мы с вами можем увидеть в телескоп. И ученые на протяжении всего времени пытались понять, все-таки измерить нашу Вселенную, понять, как она себя ведет в этом пространстве. Эдвин Хаббл с помощью такого инструмента, как спектрограф, смог сделать измерения и понять, что наша Вселенная расширяется. Спектрограф — это такой прибор, который позволяет измерить многие характеристики объектов, но в частности узнать мы можем с помощью измерения спектрографа объект движется к нам или от нас. И сейчас мы уже знаем, что мало того, что Вселенная расширяется, она расширяется ускоренно по всем направлениям. Ученые интересовались еще не только тем, что происходит в Вселенной и что мы наблюдаем в ней, но и также ее химический состав, из чего она состоит. Было предположение до недавних лет, что все, что мы знаем о нашей Вселенной — видимое вещество, то самое барионное вещество — это то, из чего состоит наша Вселенная. Но на самом деле состав Вселенной таков, что барионное вещество — это протоны, нейтроны, электроны — составляют всего лишь 5%. Темная материя — 26%, где-то 69% темной энергии. Это та энергия, которая темная материя, темная энергия — это те вещества, комбоненты, которых мы только знаем, что они взаимодействуют гравитационно. А барионное вещество, видимое вещество в нашей Вселенной, оно начало изменяться. Ну, сейчас, на сегодняшний момент, барионное вещество состоит в основном из, по количеству водородов преобладает и гелия — это те самые элементы, которые первые появились в нашей Вселенной. Потом идет углерод, кислород и азот, и другие тоже элементы присутствуют сейчас в этом барионном веществе, в том числе и пыль. Но когда родилась Вселенная, были огромные облака газовые, состоящие из водорода и гелия — это были массивные звезды, и они состояли из этих элементов — водород и гелий. Дело в том, что массивные звезды, они быстро поедают то топливо, которое находится внутри нее. Эволюция звезды начинается с того, что в ней загорается водород, идут термоядерные реакции, заканчивается водород, появляется гелий, и в зависимости от химического состава и массы звезды элементы могут гореть вплоть до железа, дали им энергетически невыгодно рождать более тяжелые элементы, и она уходит из равновесия, она становится нестабильной, идет коллапс ядра и сброс оболочки. И вот эти массивные звезды, они очень быстро сгорали, вот это топливо у них заканчивалось, и они сбрасывали оболочку. Тем самым они обогащали межзвездное пространство новыми компонентами, тяжелыми элементами. Тяжелые элементы – это те элементы, которые тяжелее водорода и гелия, все остальное в таблице межзвездное называется тяжелыми элементами. И как раз добавляли ту самую пыль в межзвездное пространство. До тех времен осуществования о том, что в межзвездном пространстве есть какой-то компонент, ученые не были в этом уверены. Они не знали, существует ли действительно что-то между звездами. В Гарварде была разработана спектральная классификация под приводительством Пикернера и гарвардских девушек. Их называют гарвардский компьютер еще. Если зайти и поискать, то вам выдастся компания девушек, которые занимались тем, чтобы классифицировать звезды по их спектральным характеристикам. И эта спектральная характеристика дала нам возможность понять, как отличаются звезды по своим характеристикам. И, допустим, если она горячая звезда, то она имеет цвет голубой, белый. Если она холодная и похожа на наше солнце, то она будет иметь цвет желтый, оранжевый и красный. Это холодные звезды. Также они отличаются по своим химическим составам. Но важно отметить то, что если мы смотрим на звезду и знаем, что она должна быть горячей звездой, то есть иметь голубой цвет, а мы видим в телескоп, что она покраснела, то это заставляет задуматься, почему, что заставило звезду стать более холодной, хотя по всем своим характеристикам и по этой спектральной классификации, она подходит именно горячим звездам. С помощью того же самого прибора, спектрографа на телескопе удалось установить, что между звездой и нашим лучом зрения есть некое вещество, которое поглощает свет звезды и заставляет ее покраснеть. Уильям Гершель еще, когда тоже изучал нашу Вселенную, нашу галактику, он смотрел в небо и в Млечном Пути видел много темных пятен. Своей сестре он заявил, воскликнув, о Боже, здесь в небе дыра. В действительности, если вы посмотрите, когда будете в горах, в небо, вы увидите много темных пятен. И это одно тоже из проявлений наличия пыли. Если смотреть на эти темные пятна, которые тут представлены на слайде, то можно увидеть, что нет звезд, нет никаких объектов. Но если мы возьмем и посмотрим с помощью невидимого телескопа, невидимом диапазоне, а в инфракрасном диапазоне, то нам станут видны с вами звезды. И вот такие темные пятна на небе, в небе они ассоциируются с рождением маломассивных звезд, похожих на наше Солнце. И там они рождаются. И эта пыль, которая закрывает эти звезды, она как раз-таки способствует рождению звезд. Также есть другие места звездообразования, массивных звезд. Они отличаются тем, что когда мы смотрим в инфракрасном диапазоне, то мы видим тепловое излучение пыли, то есть пыль нагревается за счет родившейся внутри этого газопылевого облака звезды. И зачастую мы даже саму звезду, вот эту массивную, не видим. Мы видим именно излучение пыли и газа, в частности, в основном в инфракрасном диапазоне пыли. И сами места звездообразования, они располагаются очень близко. И также массивные звезды рождаются, и недалеко от них маломассивные звезды. Вот если посмотреть также на вот этот слайд и карту, то можно увидеть, что распределение вещества неоднородное, есть темные места, как раз-таки места рождения маломассивных звезд, и есть места, где рождаются массивные звезды. И, как я уже сказала, это все связано с тем, что там есть пыль, которая помогает создаться звезде. Что же такое пылинка? Пылинка — это, по уже состоявшейся и скопившейся информации, это такой объект, который имеет, во-первых, разные размеры. Грубо говоря, ученые их классифицируют по трем типам. Первый тип — это по химическому составу, это полициклические ароматические углеводороды, силикаты и графиты. Это не значит, что они прям полностью состоят только из этих веществ, нет. Как можно увидеть даже на вот этой схеме, что внутри преобладает ядро силикатное, и в нем преобладают эти силикаты больше, чем других элементов, но она покрыта также еще оболочкой, в которой тоже присутствуют другие молекулы. И она имеет очень своеобразную форму, и это не округлая форма, и она бывает даже похожа на, ее называют еще такой термин «флаффи», то есть как губка, такая пористая пылинка. По размерам они бывают мелкие, очень маленькие, мелкие и крупные пылинки. Очень маленькие пылинки — это 0,5 нанометров где-то, а крупные пылинки уже от 100, от 10 нанометров и выше. И в принципе все, что мы знаем о пылинках — это вот такая информация. Как же она помогает родиться звезде? У нас есть газопылевое облако, в котором по каким-то причинам начал образовываться сгусток. Сгусток газа и пыли пытается сжаться, но он не может это сделать, потому что ему нужно унести энергию, охладиться, чтобы гравитация победила давление и сгусток нажался, и пошли термоядерные реакции. Пыль как раз-таки забирает эту энергию часть и уносит ее в виде излучения. У нас образуется звезда, и она начинает светить. Еще она, когда рождается, она сохраняет свой угловой момент и начинает вращаться, и вокруг нее остаточный материал, который есть, он формирует так называемый протопланетный диск, который тоже состоит из газа и пыли. И второй этап после того, как я рассказала о том, что пыль является важным аспектом формирования звезд, пыль также является важным аспектом формирования планет. Излучение пыли разнообразно, это можно посмотреть на этом слайде по этому графику. Здесь представлено то, что есть теплая, горячая пыль. Если говорить про области диска, то горячая пыль, она будет расположена близко к звезде, а на краю диска будет преобладать холодная пыль. Но не значит, что она там крупная или мелкая, там все перемешано. И когда мы смотрим в телескоп, то мы видим структуру диска, мы видим тепловое излучение пыли, нагретый. И мы можем видеть с помощью различных телескопов определенные области нашего диска. В частности, здесь представлены результаты телескопа ALMA, где показана кольцевая структура и даже спиральная структура диска, где эти места связывают с тем, что там формируются планеты. Также можно посмотреть и в оптическом диапазоне на диск, им луп, такой протопланетный диск. Он здесь представлен в виде звезды, которая рассеивает свой свет на пылинках, и мы видим поверхность диска такую вогнутую. И тоже можно посмотреть, как мелкая пыль распределена на поверхности диска. В принципе, информация о том, что открываются планетные системы и планеты других звезд, она существует. Это экзопланеты, планеты других звезд. Мы наблюдаем с вами протопланетные диски и видим том, что действительно есть объекты, где происходит формирование планет. Но если посмотреть на теорию, которая сейчас существует о формировании протопланетных дисках, то существуют только две модели такие явно отличающиеся и в них есть проблемы, нерешенные до сих пор. Первая модель называется аккреция на ядро. У нас есть уже ядро. Это ядро имеет размер примерно как земля наша или тоже чуть меньше и уже на эти ядра начинает падать вещество и в случае этой модели у нас образуются планеты земной группы либо планеты-гиганты газовые. Это как наш Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. У них, получается, эти ядра находятся в той области, где больше газа и поэтому газ захватывается и образуются такие планеты. А планеты земной группы, они образуются там, где меньше газа, больше пыли и есть возможность образоваться этим планетам. А вторая это гравитационная неустойчивость. У нас нету ядер, у нас просто есть диск, в котором формируются планеты. В этой модели формируются только газовые планеты. Планеты земной группы не могут сформироваться, потому что вот эти вот зародыши ядра, которые были в модели аккреции на ядро, они падали, они теряли свою скорость и падали на звезду. И это вот одна из задач, которые пытаются решить астрономы для того, чтобы сформировать планеты. Потому что мы наблюдаем, мы видим это и открываем. Но надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем узнать, как происходят эти процессы и связать эти моменты. Потому что мы знаем, что наша Солнечная система сформировалась как раз таки из такого же прото-планетного диска, который был вокруг нашей звезды Солнца. Также пыль является местом, где формируются молекулы. Мы знаем с вами, что на планете Земля у нас есть с вами вода. И, может быть, будет кому-то очень удивительно услышать о том, что эта вода была создана на пылинках. Хотя, если посмотреть на тот же самый сценарий образования звезд и планет, то условия очень другие, отличные от того, что у нас есть на планете Земля. Там в облаке, в котором газополевом еще формируются звезды, там менее плотно, холодно. Потом, когда образуется звезда, температура повышается, плотность увеличивается. И когда протопланетный диск, то же самое происходит. И плотности даже превышают и температуры те условия, которые у нас есть на планете Земля. Это не 20 градусов по цельсию, это и 2000 градусов по цельсию, а плотности 10 в 13 сантиметра минус кубе. И даже вот в таких условиях формируются молекулы. И на сегодняшний момент открыто более 200 молекул, которые даже по своему составу бывают 13-атомные. И фуллерены. Больше всего распространенные молекулы — это метанол и этанол. Они открыты в большом количестве в нашем космическом пространстве. Также есть теоретические исследования о том, что в космосе есть элементы, которые ответственны за вкус шоколада. И то есть у нас в космосе можно найти даже молекулы, которые уходят в состав шоколада. Но по своему составу он больше, конечно, ядовит и содержит много спиртов. Существуют различные базы данных астрохимические, где сравниваются с земными условиями, которые мы можем создать и сформировать ту пылинку и ту молекулу, которую мы видим в космосе. Мы используем эти астрохимические базы данных. Там есть тоже много нерешенных вопросов, например, по скоростям образования этих молекул при таких температурах и таких давлениях, которые в космосе. Потому что на поверхности Земля и в лабораторных условиях нам сложно это воспроизвести. Есть много других аспектов, которые влияют на эти процессы. И есть огромные коллаборации людей, астрономов, которые занимаются этим вопросом. Они используют эти астрохимические базы данных, например, в объектах во время формирования планет в протопланетных дисках. Это очень важно для того, чтобы понять, какая планета у нас формируется и какой ее химический состав будет. Ну и также для того, чтобы отличить то излучение, которое к нам приходит. Иногда бывают по линиям, которые мы видим с помощью того же самого спектрального телескопа, можно перепутать по излучению эта молекула или другая. Но в одном объекте, в одном объекте, маленьком кусочке вот этой, даже планетарной вот этой туманности, где даже формируются звезды, мы можем видеть до 200 молекул, которые в принципе открыты. То есть весь спектр молекул, который нам сейчас известен, может присутствовать в одном объекте. Когда на пылинке образуются молекулы, то есть у нас вот это есть ядро самой пылинки и на нее попадает водород. Это случается по той простой причине, что водород самый распространенный элемент во Вселенной, и он по-любому есть. И да, мы знаем, что наблюдает молекулярный водород, атомарный водород и разные виды водорода и разные тоже молекулы, но не все они образуются именно на пылинке. Некоторые могут образовываться и в газе, но самый эффективный процесс образования даже того же самого молекулярного водорода и воды происходит на пылинке. У нас здесь есть вырезки из кадров, сделанного видео, то как создается вода на пылинке. У нас есть пылинка 0,1 микрон размером, на ней находятся атомы водорода, это белые кружочки и красные это кислород. Они гуляют по поверхности пылинки и через какое-то время они встречаются и образуют молекулу воды. Если достаточно энергии или для того, чтобы улететь с пылинки, молекула воды улетает в газовое состояние, если недостаточная энергия, она остается на поверхности пылинки. Также эта молекула может покидать поверхность пылинки, если в нее ударил фотон или что-то подогрело, чтобы заставить ее покинуть поверхность пылинки. Но если она не покидает, то пылинка наша покрывается такой ледяной мантией. Там не только молекулы воды присутствуют, но и другие тоже молекулы. И вот мы видим эффект, который всю пылинку закрывает ледяной мантией. Еще один интересный аспект, который я хотела тоже рассказать, это то, что у нас проводятся наблюдения в нашем космическом пространстве за пылинками. И их состав мы узнаем не только, смотря вдалеко на такие туманности, объекты, протопланетные диски, которые находятся совершенно далеко, но также есть исследования по химическому составу пыли в нашей Солнечной системе. Был проект Stardust, который летал за кометными хвостами и ловил пылинки. Вот здесь даже есть часть этого приемника, где есть даже трек самой пылинки. Понятно, что были реакции с самим приемником и как-то изменял свой химический состав пылинка, но можно решить было обратную задачу и выявить характеристики и химического состава пылины, пылинки и ее размер. Но это опять же тоже далеко. Мы с вами никогда, обычные люди, не сможем это прочувствовать и узнать, но на этом тоже не остановились ученые. Есть проект, где летает самолет ВБ-57Ф. Это организовала НАСА. Этот самолет летает и ловит, и детектирует пылинки, которые образовались не на нашей планете Земля. Ее состав этой пылинки отличен от земного состава. И частым поставщиком таких пылинок являются метеорные потоки. Но иногда просто так залетает к нам и космическая пыль. Не обязательно для того, чтобы пролетел метеор. И в завершение я хочу еще раз повторить то, что пыль это очень неотъемлемый и важный компонент на сегодняшний момент в нашей жизни, потому что он формирует и звезды, и планеты, и планетные системы помогают формировать, а также формирует сложные органические молекулы и молекулы в принципе, даже простые. И если бы не было пыли, то скорее всего не было бы и нас.